Раз уж мы в формате интервью говорим, да, какие сейчас проблемы, на ваш взгляд, наиболее интересны, над чем вы работаете? Мы говорили о том, что есть вдохновение, что есть там люди в бизнесе, которые там себя теряют и так далее и тому подобное. Что-нибудь сдвинулось, что-нибудь развивается, над чем вы сейчас конкретно думаете, работаете, творите? На самом деле интересный вопрос, потому что, с одной стороны, какие-то фундаментальные вещи остаются прежними. Человек как главный в бизнесе, бизнес как проявление его человеческих качеств, как его развернутый в социальный портрет. Это все по-прежнему. А вот аспекты, наверное, чуть-чуть повернулись. Меня очень заинтересовала глубинная сущность денег как результат человеческой деятельности. Потому что в истории у нас уже несколько раз случались так называемые мыльные пузыри. То есть когда-то там в 1500 году это была раздутая история с тюльпанами. Потом это повторялось несколько лет, последний раз знаменитый 2008 год. И вся проблема в том, что нарушается качество доверия и изменяется уважительное отношение к труду. Возникает, грубо говоря, игра на деньги, и деньги перестают отражать естественную человеческую деятельность. Портится отношение, возникают кредиты, вернее, портится кредит доверия и возникает 101-й кризис. Поэтому сейчас меня интересует вдохновение, но и, если хотите, может быть, не очень благозвучно звучит, изнанка бизнеса. То есть то, какие отношения строятся в результате общения людей в бизнес-сфере. И недаром в сегодняшнем выступлении прозвучала очень значимая ситуация с репутацией, потому что принцип поведения дел, молва о человеке, его модель, ну, скорее, жизни, а уже потом модель бизнеса, на мой взгляд, становится очень важной. Я поискала цифры, цифры меня несколько озадачили, потому что, допустим, в течение 50 лет в списке Forbes не остается почти никого. Ну, 1-2%. Ну, вот если посмотреть список сегодняшний и список 50 лет назад. То есть, понимаете, вот эта игра в успех, она почему-то оказалась таким забегом на короткую дистанцию. А ведь хотелось бы для того, ну, чего-то более основательного. И почему мне по-прежнему интересно истинное вдохновение, как инструмент жизни и бизнеса, потому что короткий успех, когда человек либо сгорел, либо устал, либо успел сесть не в свой поезд, либо успел прихватить что-то некорректно, это успех краткосрочный. Ну, на мой взгляд, для думающих людей он малоинтересен. А для тех, кто вдохновился, и я сегодня увидела забавную строчку в метро, по-моему, даже по пути сюда, что благородные получают там что-то чуть позже остальных. Я вовсе не за то, что нужно полжизни терпеть, но то, что очень важно жить по принципам и не предавать себя, наверное, вот это для меня важно. И второй момент, который мне сейчас бесконечно интересен, это моменты влияния. Каждый из нас, а особенно люди лидерского склада, реально влияют. Осознаем мы это или не осознаем. Так вот, мне бы хотелось выудить и сделать очевидными механизмы этого влияния. А вот коллективы, в которых людям хочется вставать утром, хочется продолжить начатое вчера, хочется завершить проект, вернее так, уже когда завершается первый проект, на подходе следующий. То есть это вот такая интересная жизнь. Не могу сказать, что здесь отсутствуют деньги, потому что мне иногда говорят, ну, творческие люди там всегда неправда. Если это правильная творческая жизнь, то она достаточно мудро финансируется. Вполне возможно, что это не будут гонорары миллиардеров, но далеко не все судьбы миллиардеров симпатичны для подражания. А вот соотнести качество жизни, достойное ее финансирование, и чтобы этот был успех длиною в жизнь, вот это мне бесконечно интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова